В минувшую субботу временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко проинспектировал работу скорой помощи во Владивостоке. От работы диспетчера до состояния машин – личное впечатление, важнее всего. В это время Владивосток справлялся с гололедом, но машины отправлялись на вызовы, как и в обычные дни. Сколько машин сейчас на выезде? Сегодня на выезде. Сейчас 23 машины. Да, сколько лет. В ходе визита Андрей Тарасенко встретился и побеседовал с коллективом. Там о наболевшем откровенно и остро говорили все специалисты станции. Среди наиболее обсуждаемых оказались недостаток кадров, состояние автопарка и условия труда персонала. Не секрет, что сегодня часть бригад отправляется на вызов без санитаров и даже фельдшеров, которые могли бы во многом облегчить работу врача. Особо активные сотрудники станции не остались в стороне и прямо озвучили свои предложения. К примеру, врач-психиатр скорой помощи Сергей Дружин предложил привлекать выпускников-бюджетников педиатрического и лечебного факультетов. После получения аккредитации они обязаны три года отработать в первичном звене, после чего имеют право поступать в ординатуру. И только закончив ее работать в службе скорой, Андрей Тарасенко предложение поддержал и принял решение подготовить письмо в профильное министерство. Маленькие ставки и еще одна нерешенная проблема. Я работаю на две ставки. И половину своей заработной платы я отдаю за съем жилья 25 тысяч. У меня остается там 10 тысяч, мне надо прожить месяц. Можно было бы как-нибудь выдавать жилье? Если бы я всю свою зарплату тратила только на себя, на ребенка, мне бы вот так вот хватало. По этому поводу Андрей Тарасенко отметил, что в администрации края уже думают о возможности построить специальное общежитие для врачей и преподавателей. Новое поколение врачей скорой на подходе. Услышал, хорошее предложение, готовьтесь. Сейчас вот мы будем решать вопрос, чтобы брать на стажировку и целевым способом брать сюда наших выпускников. Кроме того, фельдшеры и водители станции обсудили с главой региона обновление автопарка. К слову, в прошлом году служба скорой помощи получила в распоряжение 16 новых автомобилей. Однако и здесь у медиков возникли проблемы. Оказалось, что лишь половина всех новых СМП полноприводные. В условиях рельефа и климата Приморской столицы лишь выдовый медицинский транспорт позволит врачам оперативно пребывать к пациентам и спасать жизни, особенно зимой. Андрей Тарасенко пообещал решить эту проблему и обсудить с Минпромторгом. Еще одна хорошая новость. Владивостокская служба скорой ежегодно пополняется новым оборудованием. 33 новых отечественных телекардиографа уже работают с октября. Новейшее оборудование помогает в диагностике самого опасного недуга – инфаркта. Следом за Владивостоком в течение года телекардиографы получат СМП по всему краю. Евгений Черемухин, Новости на восьмом.